Привет, YouTube! И знаете, в далеком 2008 году я купила свою первую и последнюю на данный момент сумку Louis Vuitton. Вот такую. Тогда у меня появились свои деньги, и я захотела узнать, а что это за чувство такое купить и носить дорогой бренд? Ну, типа подарок себе. Работала, заслужила. Сумка по тем временам стоила около 500 евро. Я отдала их подруге, она съездила за границу и привезла мне оттуда тот самый эксклюзивный Louis Vuitton. И представьте себе, я расстроилась. Реально. И нет, не в качестве дела, а в моих неоправданных ожиданиях. Да, я действительно радовалась своей дорогущей люксовой сумочке, но не больше, чем любой другой сумочке за 1000 рублей. Прошло пару дней, и я потеряла к Louis Vuitton всякий интерес. Эта сумка до сих пор лежит где-то в шкафу. Да, я иногда ее достаю и куда-то с ней даже летаю, но даже реже, чем с сумкой, например, с Аликом. Отсюда разочарование. Ну, потому что это сделало меня счастливой примерно настолько же, насколько и это. И да, конечно, кто-то справедливо скажет, что эти сумки, небо и земля, что я заплатила за имя, качество, сервис, дизайн, что сумка это инвестиция. Можете ругаться на меня, не спорю, но это не изменит моего личного восприятия от покупки. Ну, не восхищаюсь я этой сумкой каждые 5 секунд. Я не хочу ее носить постоянно. И знаете, я не стала умнее, не стала красивее, не стала более счастливой. Для меня Louis Vuitton оказался просто еще одной вещью. И если в 2000-е для некоторых бренды и логотипы на попе джинсов были своеобразным повышением ЧСВ, ну, там, демонстрация статуса, богатства, то в 2020-м, если у тебя есть сумочка Louis Vuitton, это не значит, что ты лучше других. И все должны сдохнуть от зависти. Но, благодаря последним новостям из мира Инстаграм, я выяснила, что такие нищеброды, как я, с Louis Vuitton вообще светиться не должны. Ну, чтобы не позорить бренд и его истинных носителей. Оказалось, классовое деление на баринов и челядь посредством люксового шматья в России еще цветет и пахнет. Не верите? А зря. Кто не в курсе, рассказываю. В Инстаграм стартовал очередной супер-гир. Ну, знаете, когда заходите в Инсту, и вас слегка подташнивает. Ну, потому что вся лента в блогерах, которые сидят на башне из сумок Louis Vuitton. У всех, конечно же, одинаковый текст, примерно такой. Подпишись на 100-500 спонсоров, засри свой профиль ради призрачной надежды получить халявный чемодан от Louis. Ну, чтобы продать его на авито. Алды помнят, как и Инстаграм точно так же засрали арбузами, надувными шарами. Кому-то вообще не повезло застать гелик. Мои ребята вам с полезными. Ну, и, конечно, ставьте лайк, если у тебя тоже дергается глаз от гивов. Но гив не прошел спокойно. Ну, потому что старая знать столкнулась с новыми деньгами. А именно, Яна Рудковская выгнала из гива Риту Дакоту. О чем Рита рассказала у себя в профиле последствием фотосессии с хозяйственными сумками. Рудковская довела Дакоту до слез, позвонила и заставила выпилить пост о гиве. Ну, потому что Рита выглядит, согласно цитате, дешмански и снижает градус бренда. И, знаете, после такого мне самой резко захотелось поднять градус своего чая за обедом. Ну, а случился конфликт, потому что Риту по знакомству впустили в вип-комнату магазина Луни Витон. Я даже не знала, что есть такие. Короче, туда разрешено входить только тем, кто тратит миллионы, а не каким-то обычным певицам. Но Рита мало того, что без стыда дышала там своим плебейским носом, так еще и посмела сфоткаться не со своими сумками, а магазинными. Ну, чтобы это фото прикрепить к посту о гиве. Но это не все ее грехи. Дакота, о боже, написала в сториз «Раздаем легендарные сумочки от Луи Витон». Раздаем, друзья, вместо слова «дарим». Одно слово, и ты уже дешманская. И звонит полиция мода из Парижа. Если вы не поняли, кто такая вообще Рудковская, то давайте я освежу память для разных поколений, так сказать. Итак, Яна Рудковская. Это продюсер Димы Билана. Ну, тот, который невозможное возможно. Жена фигуриста Плющенко, мать талантливого мальчика Саши, он же Гном Гномыч, создательница самой сратой рекламы по праву Конституции в мире и оскароносный автор лютого кринжа из ТикТока. И сейчас вы спросите, а как нас касается вся эта чернуха? И знаете, друзья, еще как касается. Это уникальный случай, когда из Инстаграм вылезло все грязное нутро. Нам буквально прямым текстом указали на наше место. Кто в их глазах они, богатые, знатные? А кто мы? Поясню. Если Дакота оказалась дешманской и низкоградусной для Луи Виттона и Рудковской, то какой будет девочка, которая нечаянно выиграет сумку в этом гиве и выйдет с ней на улицу городка с населением 50 тысяч человек и, не дай бог, сядет с ней в автобус? Градус так снизится, что начнется новый ледниковый период. Да? Нет? Ну, а во-вторых, мое любимое... Друзья, все это мероприятие далеко не только про сумки и ущемление достоинства Дакоты. Весь гив – это адский механизм по зарабатыванию миллионов на нас с вами. Как живой единицы в графе подписки. И знаете, мне понравилось, как написали в комментариях под постом Дакоты. Даже сейчас процитирую. Это выглядит так, как будто перед стадом ослов морковкой машут. Все ведутся, а достанется кому-то одному. И я реально чувствую себя обманутым ослом, когда смотрю на всю эту люксовую морковку, из-за которой там все пересрались. Давайте взглянем на всю эту ситуацию сейчас трезво и разложим по полочкам. Рудковская и элитная компания устроила круговой гив. И тем, кто не в курсе, напомню очевидный факт. Гивы – это не просто бесплатный обмен подписчиками и подарочки от любимых блогеров. Типа они такие добрые, щедрые, скинулись и давят. Нет, Руси. Там такие бабки крутятся, что если их снять наличкой, то можно обклеить все стены в вашей квартире и еще на подвес хватит. То есть, когда блогер вписывается в гив, он либо спонсор подарков, то есть скидывается в общую копилку, чтобы получить подписчиков от крупных блогеров и после подороже продать рекламу вам же, либо это тот самый крупный блогер, который получает бабки от того, что этот гив устраивает. Кто конкретно в этой схеме Рита и Рудковская, спонсоры или блогеры, раздающие подписчиков, без понятия. Но как бы то ни было, вот вам несколько занимательных чисел для размышления. Например, вход в гив ДАВЫ, ну тот, что с Бузовой, стоит 175 тысяч рублей от одного спонсора. Вспоминаем, да, что спонсоров может быть 10, 20, да хоть 120. Цена на гив Татарки ФМ скромнее. 70 тысяч рублей на спонсора. Зато как выгодно. Мы, как подписчики Татарки, стоим меньше рубля. Гив Лободы продают за 110 тысяч рублей за вход. Вот и считайте. Пусть даже 30 спонсоров по 110 тысяч. Ну, призовой фонд от силы 500 тысяч. А остальное расходится по карманам, пока народ борется за сумочку или айфон в соотношении один человек к миллиону. Это самые скромные и оптимистичные подсчеты. А вот в гиве от Тимати было 150 спонсоров по 200 тысяч каждый. 30 лямов бюджетик. Как вам такое? Только вот организаторы гива свои бабки гарантированно получат. А вот у вас шанс получить приз в процентном соотношении очень мал. И не во всех гивах такой шанс есть. Уж извините. И о гивах я снимала очень большой выпуск. Посмотрите обязательно. Подсказочка сейчас где-то выпадет, чтобы понимать, что это такое во всех подробностях. Ну, а сейчас повторяться не буду. Просто предлагаю взглянуть на факт по-другому. Рудковская выгнала Дакоту из-за гива со свистом. Согласны, что эта история вдруг заиграла новыми красками? Теперь об отношении Рудковской и Луи Виттон к Дакоте. И как следствие к нам как потенциальным покупателям. И знаете, у меня на этот счет есть свои соображения. Пишите, с чем согласны, а с чем нет. Рудковская утверждает, что Дакота обесценила бренд тем, что сфоткалась не со своими сумками, так еще и написала «раздаю». Мол, как можно раздавать такой эксклюзив? И тут же ей позвонил Париж с возмущениями. Но интересный факт, знаете, в чем? Раздавала сумки не только Дакота, но и блогерша Хелен Йес. У нее в посте тоже значится «раздача». Вот она, пожалуйста, в своих пакетах от Луи лежит, мерзнет. Или нет. Не знаю. Может, Рудковская и ей звонила с выговором? Или проглядела? Оскорбился ли этим Луи? Ну, во-первых, Луи вообще не участник ГИВа. Не исключаю, что они вообще не особо в курсе происходящего. Ну, если мы говорим о том самом парижском отделении, а не менеджере из местного филиала. Вопрос. Бьет ли ГИВ по их репутации в принципе? Ведь не звездные сумки покупают, идет раздача обычному народу. Ведь Луи Витон известен тем, что сжигает, уничтожает свои нераспроданные коллекции, лишь бы не досталось по дешевке. И это вполне логично с точки зрения люксовости бренда. Хоть и неправильно с точки зрения экологии и трудозатрат. И во Франции даже закон вводят, чтобы бренды перестали сжигать свое барахло. Но Луи надо же как-то поддерживать образ недоступности. Вот и жгут. Иначе бы и явления люксовых брендов в принципе не существовало. Ну, согласитесь. В то же время Луи Витону не привыкать быть призом в гивах. Вот, пожалуйста, Кайли Дженнер точно так же, как и наши звездочки, сидит в коробках Луи и дарит сумки всем. Правда, не ради того, чтобы навариться, а во имя благотворительности. Наши же раздают Луи, простите, дарят, чтобы позаработать. Зашкварли в принципе российский гив для мирового бренда Луи. Не думаю. Знаете, это такой пук в масштабе вселенной. По моему мнению, дело было так. Рудковской, которая замутила этот гив, нажаловались какие-нибудь ее элитные подружки. Мол, как же так, Дакоту допустили в вип-комнату, туда только наших пускают, мы годами закупаемся, понтуемся, а Дакота с зайцем випы прошла. А еще эта Дакота смеет говорить, что раздает твои, Яночка, сумки из твоего гива. Что эта нищебродка себе позволяет? Это плевок, Яночка, в твою репутацию как подружки бренда. И знаете, эта история скорее не о дискриминации со стороны крупного бренда, а обычной разборки богатых давно и богатых только что. Так уж вышло, что несмотря на 2020 год у нас в России есть классовое разделение. Не по факту, а по чьему-то мнению. Существует некая элита. Модные татлеровские дамы со связями, чьи успехи начинаются либо по наследству, либо чуть ли не с тяжелых 90-х. Назовем их богатыми давно. Они ходят по показам, светским тусовкам для таких же богатых и возвышенных и меряются сумочками и лепними на потолке. А так как в наше время быть богатым тяжело, приходится изгаляться, ну, чтобы продемонстрировать свое богатство. Как дать понять челезе, что ты круче? Одними цасками не отделаешься, ведь бренды носят. Еще и эти все блогерши, рэперы, ну, ребята, которые недавно богатые. Поэтому в ход идут вип-комнаты, дружба с люксом, закрытый клуб для не таких и пренебрежительное отношение к низшей касте. Что значит дружба с брендом? На российский рынок люксовые бренды идут неохотно. Ну, не платежеспособные. Они не хотят брать в официальные амбассадоры на контрактной основе за денежку Яну Рудковских. Поэтому Яна с брендами пытается дружить сама. Например, общаться с подругами, у которой жених имеет отношение к Луи. Снимать тиктоки в Луи Виттон, покупать их добро и показывать в инсте. И, конечно, зазывать на тусовки. Ну, это нормально. Дела продюсерские. Это нравится важным людям, делать вид, что они тебя уважают, чтобы другие мелкие платежеспособные бренды тоже захотели с тобой дружить, мыть, а не казаться ради заработка и зависти подружек. Ну, друзья, так оно и работает, видите, если на простом языке. Давайте снимем розовые очки. Поэтому нет смысла орать Луи Виттону, уберите Яну из амбассадоров. Друзья, она не амбассадор, она покупатель. Прикиньте ситуацию дальше. Яна, ей подобные, кровью выстраивали весь этот фарс. А тут в их огород пришли блогеры и потоптали всю малину. Взяли из плеча, по-простецки, как всегда, рубанули. Раздаем сумки, девчат. Блогеры эти же постоянно что-то раздают. То айфоны, то сумки, какая к черту разница. Одно барахло для подписчиков. Яна и Татлеровские стелились годами, а эти берут и раздают. Да еж моё. Но, знаете, что смешно? Как бы сильно элите не нравились все эти блогеры, инфлюенсеры, с ними приходится взаимодействовать на одном поле заработка. Сингип залетает и светский бомонд, и девочки, которые ванники снимают. Ну а куда деваться-то? Деньги-то в инстаграм не пахнут. А кто мы с вами в этой схеме? Мы инстаграм-валюта. Но есть ли явление дискриминации со стороны самих люксовых брендов? На глобальном уровне они пытаются казаться толерантными ко всем покупателям. Но в то же время и главная цель это сохранить свою люксовость любой ценой. А люксовость это недоступность не для всех. Вполне может случиться, что вы можете прийти в магазин и вам, как внезапному новому клиенту, уделять меньше внимания, чем випу. Вип уважаемый, платежеспособный и от того имеет приоритет. Но вряд ли в наше время возможны сцены из красотки, когда Джулию Робертс выгнали из брендового магазина, потому что она одета не очень. Как я считаю, каждый, у кого есть деньги на бренд, имеет право его купить. И отказать тебе точно не могут. Но это не значит, что бренд относится ко всем с радостью. Люксовые марки не любят не тех людей. Есть так называемые бренд-туристы и бренд-иммигранты. Бренд-туристы покупают одну люксовую вещь, чтобы выглядеть богатым. Таких туристов с одинаковыми шарфами, например, становится много и бренд теряет имидж. Ну а бренд-иммигранты это те, кто имеет деньги, но не вписывается в концепцию бренда и отпугивает постоянных клиентов. Вот как раз это наша тема. Когда условная Дакота купит Лои Витон, а обидится условная Яна Рудковская. Таков уж мир брендов. Согласны мы или нет, но это безжалостные законы люкса. По сути, если применить всю эту историю на меня, покупки бренд мне ни в коем случае не откажут. Но я ему, как носитель Алика, Эйсоса, Бершки, не особо нравлюсь. А еще я не нравлюсь российской элите со своей единственной накопленной сумкой. И знаете, лучше бы мне спрятать свой старенький Лои Витон, ну, чтобы не снижать градус чужого ЧСВ. Когда-то. И пока Рудковская пилит стори, что слушает альбом Дакоты, Дакота штампует посты с ожиданиями извинений, Лои Витон пилит извинения, по факту все сводится к тому, что у нас в стране еще жив вещизм, снобизм и конченное пантоство. Но не плевать ли нам, нравится ли кому-то, что мы носим бренды. Мое мнение, если вы хотите покупать бренд за свои деньги или принимать его в подарок, носить его хоть с бешкой, хоть в автобусе, делайте это. Бренд в наше перенасыщенное время потребления, пастфешн, это давно уже не эксклюзивное право привилегированного класса, а всего лишь дорогая вещь. И если нравится, если хочется, ни в чем себе не отказывайте и шлите всех лесом. Но лично я не покупаю дорогие брендовые вещи, ну, потому что я знаю, что сумка за 300 тысяч рублей для меня это праздник на 3 минуты. Но на эти же деньги я смогу реализовать столько крутых планов, снять новый проект для Ютюба, ну, там, уехать куда-нибудь отдохнуть, да. Впечатление для меня намного дороже шмоток. Ну, а интересные, качественные и необычные одежды вокруг полной без люкса. А теперь вопрос, а на чьей стороне быть? Спасибо большое, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Мы с вами увидимся буквально в следующем видео. Не скучайте. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok